привет всем с вами светлана ата спасибо за ваши просмотры моего канала за то что поддерживаете меня своим вниманием друзья мои сегодня я хочу в моем виде поделиться с вами рассказать вам о том что такое турецкий базар турецкий базар у нас проходит каждый понедельник и в разных отделах районах мерсина есть определенные дни то есть на базаре все отовариваются почти все жители мерсины почему потому что там дешевле намного чем супермаркетах и мерсин говорят самый дешевый городов из турции и вы в этом сами убедитесь если посмотрите мое видео до конца вы увидите там что продают какие у нас фрукты сейчас сезон какие овощи кто покупает что покупают и вообще все самое интересное ждите не переключайтесь рассмотрите до конца а в конце я жду от вас лайков и подпишитесь на мой канал то еще не успел подписаться а я буду всегда радовать вас своими новыми видео если у вас какие то есть вопросы вы можете написать их мне и я создам на ваш вопрос специальное видео а вообще у меня очень много запланировано что чтобы поделиться с вами так ну что друзья мы на базаре с вами это она значите базар разделена продуктовую части вот хозяйственную это все хозяйственно посмотрите что здесь продают тазы разные кастрюли мисочки тарелочки как пластиковые так и стеклянные в общем вы сами посмотрите что здесь происходит вот такой объем все привозят все что хочешь можно приобрести намного дешевле чем магазина для цветов все что хочешь это принадлежности ниточки иголочки там тарел абсолютно все вы можете купить здесь намного дешевле чем продаются магазина не но есть такие магазины которые то же самое там такие же цены но надо искать это ходить а это вот на чем готовым привозят может здесь и одежда есть но качество конечно желает лучшего из 100 из этого можно кое-что купить практичные дешево подушки даже можно вот и кукунуто и цапки такой вот изобилие порошки да а это она пищевая пищевое отделать значит что здесь разные перцы макароны сухие фрукты семечки фасоль вот шоколад а это финики здесь паста томатная ведь или она она крутая в муки не сели ну и здесь тоже самое продолжение а это это сыр сыр и маслины вот домашний сыр он не такой дорогой 25-30 лир килограмм можно купить маслины от 15 до 20 и вот какие хотите красный синий зеленый на ваш выбор и яички домашние 75 куруш стоит там растительное масло и вот вот здесь я покупаю всегда сыр для тостов что такой вот вкусными жирный и дешево и говорится так а это значит молоко видите машина молоко домашнее привозят вот здесь это вторая часть такая где продают именно овощи фрукты вот это сладости вот за этими сладости моему что уходит с ума которые жарят просто тесто пожарят в этом масле и заливают этим сладким сиропом он это любит мои пасхи он не ест и что поделать так вот здесь продают для бурека все вот здесь заворачивают сыр начинки разные испанак и шпинат и все что хотите можно картошку мартошку закручивать это все домашние макарончики ну начинается картошка помидоры так продолжаем что здесь мы видим помидоры и огурцы лимоны арбузы арбузы появились по 2 50 ой упал продавец от меня наверно я там было может а это бананы по 9 длину дорого что-то бананы книга 7 слива 5 тут 5 чеснок 10 1 вот паховочка 10 штук морковка редисочка зелень все здесь продается значит клубника опять клубника клубника грибочки это виноградные листья яблоки 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 а это артишот артишот кажется я не знаю что с них можно приготовить но вот так вот их готовят и продают их и покупают люди в общем сами видите своими глазами все свежие такое уж дорогое вообще-то подорожали цены в принципе последний с прошлым годом такого выхода нет намного дешевле чем магазин а это трава очень полезная кстати не знаю как называется но и тоже приготовят обед и я тоже один раз брала вот вашему обзору я предоставила все что вы скажете такой краткий обзор вот именно хотелось поговорить с вами вживую потому что очень шумно было на базарете ребята кстати заинтересовались чем я занимаюсь и такая звезда на нашем местном базаре стал вы все на меня так смотрели как на иностранку так это все выглядит сверху птичьего полета ну вот я бы сначала я всегда делаю обзор базара а потом только отовариваюсь что я все смотрю где дешевле где это я все спачено за все заплачено зеленый горошек кстати я уже еще не готовила не чувствую ой киви такое огромное друзья мои мы пришли с базара сегодня понедельник очередной день для базара и вот он все что мы купили это все на 60 лир сейчас я вам расскажу что сколько стоит начнем с помидор эти помидоры по 6 или картошка 5 лир килограмм баклажаны 3 50 огурцы 2 лиры кабачки килограмм 250 перец сладкий горький 5 лир килограмм здесь на 250 полкило яблоки смотрите какие небольшие все отборные вот такие отборные 354 лиры стоит килограмм мой муж не любит покупать и мелкая вот некрасивая вот он все любит отборная дальше марл салат латун вот это вот такая большая стоит 2 лиры зелень зестер и рока петрушка все полили зеленый лук 2 лиры стоит я купила вот такой вот сыр я люблю очень его употреблять когда делаю тост и такой не жирный и не соленый очень вкусно получает так растает хорошо и килограмм такого сыра стоит 25 лиры но намного дешевле чем супермаркетах поэтому очень выгодно экономно покупать все на базаре и вот наконец-то моя клубника вы видели чтобы было и побольше клубника но я выбрала по 7 8 лир килограмм я выбрала вот такую по 5 лир она сладкая и большая и такая средняя вышла на вкус 1 так что вот такой вот у меня вышел базарный день на неделю должно хватить нам приезжайте мирсин потому что здесь мирсин самый дешевый из всех городов турции здесь можно запросто прожить на минимальный бюджет я вам говорила раньше а может не говорила не помню уже на питание здесь немного уходит если можно сэкономить на питание друзья мои мы пришли к заложки у нас пригласила несколько поздно но после базара вот она говорит давайте приходите я сделаю чакофте и в общем мы будем скоро кушать вот чакофте так нужно долго месить основном это булгур паста томатная зелень зеленый лук там специи и сеть долго долго месить пока не увеличивается в объеме она приготовила уже салат теле так долго надо помешивать все я только смотрю я это конечно никогда не переделать захочу придут и покушаем принципе продается на каждом углу но я обрезаю человека и где попала не покушаем нужно видеть и знать того кто это приготовит она у меня очень чистоплотная смотрите сами в каком порядке у меня кухня все на местах продолжает это все месить видите оно увеличилось в размере еще больше должно быть тут процесс мне кажется приготовления потому что булгур сухой и сырой когда горячей водой заливаешь и как бы проваривается это в процессе трения поэтому он увеличивается хазырма говорит готова уже сейчас она добавила зелень в конце и масло за этим я веду и растительное масло горячее прожарено вот сейчас она еще помнет перемешает хорошо будем запивать это айраном и шалган вот так это делается посмотрите как руками все так кушается кушать знаете как надо завернуть и кушать приятного аппетита